Клоков. Ну, он профи-спортсмен, он супер-профи, он самостоятельный, он взрослый мужик. Мужик в прямом смысле этого слова. Я не делаю ставку на прыжки более техничные, а делаю на такие страшные прыжки, что-то такое более устрашающее. Я, на мой взгляд, сделал 30% из того, что я могу. И поэтому у меня резерв, на мой взгляд, больше. Клоков. Крабатику он воздушно не погашен, в отличие от меня. Я уже делаю сальто по вербах, как он называется. То есть для меня это вообще было нереально. С того, я узнал, что наши соперники творят в другом бассейне. Я понял, что надо проявлять характер и догонять их. А мы стоим сейчас на 10-метровой вышке. Страшно, безумно. Дим, скажи, как ты справляешься со страхами? Что нужно в себе перебороть? Что сказать себе, чтобы было не страшно? Я это говорю и себе, и ребятам, которые боялись в самом начале прыгать. Потому что мне все-таки легче. Я профессиональный спортсмен. И я себя настраиваю тем, что, перед тем, как прыгнуть, чтобы не было страшно, разбейся, ну сделай. Ну а там уже, что натренировали, то и получаем. А меня все-таки не отпускает вопрос, как все это переживает Димина жена. Ой, это очень больной вопрос. Она всегда очень сильно переживает. И сейчас сидит. Мне просто ее даже очень жалко. Потому что она со мной на соревнованиях ездит, на шоу, блин, и переживания одинаковые. Вот что на Олимпиаде болело, говорит, что здесь абсолютно одинаковые переживания. Это настоящая искренняя боевая подруга. Это не просто прыжок солдатиком с 10 метров. Это полтора оборота вперед. Ох уж это сальто вперед. Полтора оборота вперед с 10 метров. Клоков против Демина. 10 лет разницы в возрасте. Влад старше. Почти один и тот же вес. 100 килограммов с лишним. Две глыбы, можно сказать, нашего проекта. Дмитрий и Влад. Дмитрий прыгал с десятки. Не получалось. Ходил, перепрыгивал. Ну справится ли он сейчас? Олимпийский опыт у него есть. Но в вышке-то он первый раз участвует. 10 метров. Пошел. Ну что же ты так? Лучше, чем в прежние разы. Все-таки многовато брызг. Демин поддерживает своего соперника. Это уважение к сопернику. Это очень здорово. Не успевает. Чуть-чуть. Олимпийский призер по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков. 10 метров полтора оборота. Да я не понимаю, как это можно было сделать. Дим, как почувствовал, получилось? По ощущениям мне показалось лучше, чем когда в синхронии прыгал. Я доволен, честно говорю. Я доволен. Главное, чтобы жена была довольна. Это уже не стульчиком, а такой шезлонг получился, да?